Нужно ли замечать горстку незрелых людей, играющих с собой и простодушным народом в духовные игры? Скажите на милость, что общего имеет любое теософское движение, представляющее собой религиозный институт, с внутренним духовным ростом? Здесь я имею в виду религиозное сознание. В Бога можно либо верить, либо Его знать. Но те, кто знают, обычно многозначительно молчат. Попытаюсь объяснить, почему. Слова принадлежат эмпирическому, в то время как опыт, о котором идет речь, относится к области мистического, что ли. А потому и облечь Его в слова абсолютно не представляется возможным. Всех же говорунов на тему божественного отношу к псевдодуховным политиканам. Ну, что бы я еще хотел сказать или пожелать? Искренне желаю вам благословения в одиночестве существа собственной сути. И чем глубже оно коснется вас, тем проникновений будут признание и благодарность бытию. Пожалуйста, забудьте о понятиях совершенства, собственных отдач и подношений. Ведь абсолютно все таит в себе прорехи и трещины. И нет нужды в этом извиняться. Поскольку именно таким путем свет проникает внутрь. Лично меня не интересуют вопросы религии, но более занимает тема самопознания. Ибо, когда расцветает сознание, то это светение само по себе не может не быть религиозным. Для этого нужно лишь быть предельно искренним по отношению к себе, ну и сонастроенным со своей внутренней природой, независимо от того, что по этому поводу думают и говорят окружающие. Ведь мы здесь для того, чтобы, ну, наверное, исполнить себя, свое предназначение. А быть собой – это все, чем мы в действительности можем быть. Все остальное – это заблудиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok